Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Статья, которую сейчас озвучу, называется «Анатомия футбольной команды». Написана эта статья 24 июня 2013 года. Итак, начинаю. Пренебрегать идеальной моделью футбольной команды могут только люди, малограмотные и интеллектуально дремучие. Поэтому не буду в очередной раз объяснять актуальность наличия идеальной модели для понимания того, куда нужно двигаться в плане прогресса команды. Какова же анатомия идеальной футбольной команды? Из какого мяса и из какого фарша она состоит? На самом деле она напоминает либо алмаз, либо кирпичную стену. Кому как лучше представлять. Можно прибегнуть и к бесконечно большому количеству других сравнений и образов, но озвученных вполне достаточно, чтобы разобраться в теме. Если алмаз, то это атомы футболисты, которые имеют между собой сверхпрочную связь, внутрикомандные отношения. Если же говорить о кирпичной стене, то там аналогия почти такая же. Кирпичи, которые скреплены раствором. Так как межатонные связи для многих мало понятны, то лучше остановиться на естественной и доступной каждому аналогии кирпичной стене. Чем хорошо это сравнение? Во-первых, стена это преграда, это монолит, который может преодолеть не каждый. Отдельные кирпичи это куча печеной глины. Какой с них толк? Когда же кирпичи скрепляют между собой раствором, складывая их необходимым порядком, то бесполезная куча превращается в функциональную постройку, иногда жизненно важную. Что, рассказываю прописные истины? Увы, приходится это делать, так как далеко не все понимают суть футбольной команды как таковой. Ладно, не будем отвлекаться, едем дальше. Насколько корректно сравнивать футбольную команду со стеной? Думаю, что на 100% корректно. И там, и там целое состоит из отдельных элементов. В стене из кирпичей, в команде из футболистов. Отдельный кирпич не представляет никакой ценности. В футболе отдельный футболист не представляет никакой ценности без партнеров. Если кто-то думает, что суперфутболист в состоянии обыграть полкоманды, то это наивно и, извините, глупо. При правильной подстраховке ни один футболист в мире, даже если у него будет ним светиться над головой, не обойдет двух футболистов соперника. Именно поэтому я говорю о том, что одинокий футболист так же бесполезен, как и отдельный кирпич вне стены. Стена приобретает свою прямую функцию только тогда, когда кирпичи скреплены раствором. Футбольная команда приобретает мощь и эффективность тогда, когда между игроками устанавливаются необходимые связи. Казалось бы, элементарные вещи озвучиваю, а в природе нет ни одной футбольной книги, где бы подобные вещи были разжеваны и разложены по полочкам. Не спешите раздражаться от элементарщины. На самом деле, если вы признаете корректность сравнения, то откройте для себя очень многое. Сравнение со стеной однозначно говорит нам о том, что приоритет связующего вещества в футболе безоговорочен и неоспорим. Если не принимать этой мысли, то получается, что значимость отдельного игрока выше, нежели его связи с другими игроками. Это суперважный момент. Он говорит о том, что работа по созданию футбольной команды, это прежде всего работа по созданию связи между игроками, как игровыми, так и межличностными. На этом фоне трансферные сделки, замена кирпичей без улучшения качества раствора, выглядит как саботаж. Вот эту элементарщину я точно разжевывать не буду. Каждый знает, у большей части тренеров, конечно же, не всех, особенно в премьерках, главный приоритет бабло, которое неплохо прилипает на сделках по продажам и покупкам футболистов. Здесь главное не переборщить, а то можно увлечься посредничеством настолько, что не заметишь, как развалится команда, а там и до отставки рукой подать. Уверен, что так думает большое количество тренеров. Уверен, что существует огромный отряд тренерской братьей, которые понятия не имеют, как создавать команду. Но на этом останавливаться не буду, так как это не тема сегодняшнего разговора. Итак, мы выяснили то, что качество раствора приоритетнее заботы о качестве кирпичей футболистов. В отличие от этого вывода, современные футбольные тренеры уделяют максимум внимания отдельным футболистам. Кирпичи, разумеется, не должны рассыпаться в руках. Футболисты должны иметь определенный уровень индивидуальной подготовки. Но никогда не нужно забывать о том, что индивидуально подготовленные игроки, вне формата команды, бесполезная груда кирпичей. Я умышленно не буду останавливаться на характеристиках кирпичей, в кавычках, на требованиях к ним предъявляемых. Это доминантная тема современного футбола. И хотя эта тема, непаханное поле для футбола, несмотря на кажущуюся ее прозрачность, приоритетнее все же говорить о самом главном, о растворе, делающем стену стеной, о внутрикомандных связях, делающих из собрания футболистов духовный монолит, предтечу мастер команды. Что же это за штука такая, внутрикомандные связи? Этот футбольный раствор напоминает торт Наполеон, многослойное кондитерское изделие. Я не буду расшифровывать и объяснять суть каждого слоя. Его значимость уже много об этом написал и в книгах, и в статьях, и в заметках. Поэтому ограничусь только лишь их перечислением. Внутрикомандные связи это такая духовно-психологическая материя, на которую непосредственно влияет взаимоотношение между игроками, духовно-нравственное и профессиональное, игроками и тренерами, тренерами, руководством клуба и тренерами, игроками и судьями, игроками и болельщиками, тренерами и болельщиками, игроками и СМИ, тренерами и СМИ. А теперь, уважаемый слушатель, назовите мне хотя бы один футбольный клуб мира, где бы все эти вопросы были на повестке дня у главного тренера в полном объеме. Назовете? Сомневаюсь. Более того, уверен, что не назовете. А если и назовете, то это будет заведомой неправдой, так как подобная работа видна на футбольном поле и вне его. Нет ни одной команды мира, где бы игроки и тренеры проявляли бы себя на должном уровне по всем сегментам внутрикомандных связей. А знаете, почему таковых нет? Потому что еще не пришло время. Через 50 лет подобная работа будет более чем обыденной. И самое главное, эта работа будет оцениваться более круто. Она будет более значимой, чем работа по созданию необходимого технического арсенала футболиста. Хотя значимость последней работы никто не умолял и ее саму не отменял. Несущий каркас создания прочных внутрикомандных связей – это высокий уровень нравственности и духовности. Стоит ли говорить о нравственности и духовности? Очень даже стоит. Но мне почему-то не хочется. Скажу только вскользь о том, что высокий уровень нравственности не даст возможность игрокам играть по принципу «отдал-закрылся». Не даст возможность только обозначать активность, а не активно играть на футбольном поле. Высокий уровень духовности не даст футболисту возможность не замечать партнера, находящегося в исключительно выгодной позиции, только потому, что он нанес ему личную обиду. А о нарушениях спортивного режима я вообще промолчу. Эти нарушения будут невозможны в принципе. Интересы команды будут намного значимее личных соблазнов. Звучит утопически, но именно так и будет. Наш футбол будет находиться в болоте равнодушия, невежества и очковтирательства до тех пор, пока у футбольных тренеров на первом месте будут деньги, а не любовь к футболу, не любовь к своим воспитанникам. Можно ли изменить ситуацию? Можно. Но не думайте, что это можно сделать так, как когда-то сделали большевики. Одним махом ничего не выйдет. Здесь уместна христианская идеология. Поступай так, как тебе велит сердце и не обращай внимания на то, что ты один. Сейчас ты один, а завтра вас будет двое, послезавтра трое и так далее. Только так может развиваться какая-то идеология, какая-то философия. Другого пути нет. Нужно на собственном примере показать, как необходимо тренировать команду. Стараться максимально приближаться к идеальной модели команды, созданной в собственном воображении. И старательно ежедневно работать. У меня сейчас нет возможности лично создавать команду. Но это и не требуется на данном этапе. Сейчас я тщательно создаю идеологическую и методологическую базу для реформ футболя. На базе отдельно взятой команды. А дальше видно будет. Вернусь к теме. Извините, далеко ушел в сторону. Мы говорили о растворе, о внутрикомандных связях. Природа внутрикомандных связей имеет две ипостаси. Профессиональное и нравственно-духовное. Несколько слов о профессиональной стороне вопроса. Внутрикомандные связи, проявляющиеся во время игры, во время матчей, это не что иное, как проявление знаний амплуального маневрирования. Проявление различных наработок во время тренировок. Здесь также конь не валялся. Дело в том, что футбольный мир сам себя запутал. Тактикой назвал амплуальное маневрирование. А о самой тактике забыл, так как понятия не имеет, что такое стратегия на игру. Увы, но этому в футбольных академиях в школах тренеров не учат. Деньги в последних собирает исправно, а учить необходимому не сподобились. Вот собственно и все. Вот написал довольно объемную статью, а осадок остался такой, что это никому не нужно. Так ли это? Конечно же не так. Да, это сейчас нужно единицам. В лучшем случае десяткам тренеров. Но уверен, пройдет немного времени и отряд заинтересованных в освоении новой информации станет значительно более многочисленным. На сим заканчиваю. Всем удачи. У меня все, господа.